я так понимаю мы закончили с случайным лесом сейчас я напомню основные позиции которые по которым мы пробегаемся решая задачу распознавания да и задачи регрессии тоже ну а потом перейдем градиент бустингу градиент бустин машин и так что же получается если у нас задача в первую очередь распознавания чуть в меньшей степени задача регрессии то наши шаги такие мы во-первых расщепляем выборку на обучающую и тестовую часть если задача более серьезно если данных достаточно много то мы еще делаем такую часть выборку валидации во вторых мы обучаем нашу модель на тестовом множестве на тестовом множестве в этот момент в ходе обучения происходит подбор внутренних параметров модели после этого мы сравниваем да и еще мы вычисляем критерий качества тот который нам нужен после этого мы тестовую выборку прогоняем через нашу модель и смотрим снова критерий качества если у нас сопоставимые значения критериев качества то мы удовлетворены что у нас нет переобучения и значит вот модель такая как она есть мы может быть может быть мы будем не удовлетворены качеством той модели которую мы подобрали но более-менее вот на этом все заканчивается если мы еще хотим вдобавок к этому подобрать внешние параметры ну то есть число деревьев случайным лесу например то нам придется где-то здесь между пунктом 2 и 3 обеспечить перебор различных внешних параметров и вместо тестового тестового множество у нас будет множество валидации выборка валидации значит вот здесь может быть подбор внешних параметров типично это будет происходит так что у нас допустим пять внешних параметров мы меняем каждый из этих параметров там первые параметр может принимать у нас скажем пять значений 2 7 3 250 и если у нас всего три внешних параметра то нам нужно перебрать вот столько моделей и выбрать то из них который на выборке валидации показывает лучший результат но пункт 3 это не отменяет после того как мы выбрали оптимальное значение внешних параметров мы все равно проверяем на тестовом множестве потому что в ходе подбора этих самых внешних параметров у нас может быть подгонка нашей модели под вот эту самую выборку валидации и независимая экспертиза которая обеспечивает нам тестовое множество все равно нужно ну вот это мы все обсуждали я просто решил еще раз напомнить огромное количество людей скажет что нет список не полный нужно еще многое добавить да я сам могу многое добавить ну например у нас даже расщепление на обучающие тестовую выборку и выборку валидации даже она может быть затеями ну например у нас может быть переменная какая-нибудь город в котором расположена компания но юридический адрес компании и вот у нас какие-то города встречаются выборки редко и если выходит так что у нас да естественно все города закодированы то есть москва код 1 санкт-петербург код 2 какой интерьер до жанейро код 3 и так далее и вот момент расщепления может случиться так что в тестовом множестве попадут серии у дежанейро и это означает что когда модель начнет работать с тестовым выборкой с тестовым множеством она наткнется на значения которых она не знает которых она не представляет что делать и начнет ругать вас всячески то есть нам нам нужно еще вдобавок даже на этом этапе вроде бы простом обеспечить что набор значений у каждой переменной один и тот же так что тут возможны и даже может быть и необходимы всевозможные уточнения и так далее а может быть через 10 лет вообще вся эта парадигма устареет все слишком быстро меняется я это указал как вот базовую схему которая поможет новичку ничего не пропустить совсем разобраться коллеги понятно да то есть если вы хотите сказать нет вы пропустили что-то можете мне это не говорить я сам я уже согласен вот здесь просто основной основные элементы схемы окей хорошо ладно значит вот у нас случайный лес дал нам возможность поговорить про эту схему ну а теперь следующий метод распознавание градиент бустин машинс во первых ключевые статьи по этому методу вот они две две статьи фридмана на самом деле вторая статья является просто уточнением первой фридман написал первую статью и в какой-то момент ему нужно было решать задачу оптимизации но это означает что если мы действуя или следуя первой статьи первой статье мы должны были в какой-то момент методом скорейшего спуска например что-то там оптимизировать а потом где-то в течение очень быстрого времени потому что вторая статья появилась где-то через полгода после первой он понял что если у него в качестве элемента из которого строится эта самая машина взять деревья классификации то он может выписать решение задачи оптимизации в явном виде то есть ему вот эта процедура оптимизации не нужна потому что у него уже выписано решение повторяюсь явном виде и вот получилось так что деревья классификации дали ему два две возможности ускорить алгоритм первое потому что сами деревья классификации довольно быстрый быстро обучаемый классификатор а и во вторых потому что там не надо оптимизировать ну и вот получается что сокращение времени на обучение этой машины она просто в разы вот второе ну вот gradient boosting машин фридман называла это иначе он назвал этот три нет и но и сразу запатентовал это название и в общем получается что бесплатно называть наш алгоритм три нет там нельзя ну и традиционный обходной путь вот сделать все то же самое но назвать это иначе или вот этот самый gradient boosting машин коллеги понятно ну и вот еще забыл сразу сказать обе эти статьи ну по крайней мере года четыре назад были вполне доступны в интернете то есть они в ад лежат в открытом доступе желающие могут найти их и скачать коллеги понятно хорошо вот оно введение дальше boosting вспоминаем баггинг boosting и господи выскочила слова и стекинг да значит вот у нас случайный лес реализовал вот этот самый баггинг а теперь у нас boosting вспоминаем что такое boosting общий подход boosting это означает что мы берем некий некую процедуру дальше смотрим на результаты смотрим на ошибки раб значит вот у нас были данные в них были игреки те значения которые мы распознаем потом у нас появилась модель она выдает какие-то игрекс крышечкой которые мы называем теоретическими значениями то что получаем на выходе у нашего алгоритма для тех же самых наблюдений для тех же самых объектов для которых были получены игреки потом находим ошибку ну как разность например и после этого мы хотим уменьшить эту ошибку уменьшить эту ошибку и для этого мы в качестве y берем ошибки и строим следующую модель следующая модель которая будет подгонять ошибки а после того точно по той же самой схеме и после того как мы к ошибкам для ошибок построим следующий алгоритм у нас если здесь было f1 наша модель если здесь f2 наша модель то что-то вроде f1 плюс f2 и будет модель которая в два шага сначала подгоняет к игрекам потом подгоняет к ошибкам а почему два шага можно еще 3 4 и 5 и так далее добавить коллеги понятно то есть базовая идея мы последовательно усложняем нашу модель вводя новые модели начиная с этого момента я буду называть их слабыми классификаторами добавляя слабые классификаторы на выходе получая их сумму понятно но давайте поймем что на самом деле в этой схеме ничего нового нет совершенно ничего нового нет но вспомним ряды тейлора да ну вот ряды тейлора все помним вот у нас есть функция нам нужна и значение этой функции в какой-то точке их с ноликом плюс дельта и мы начинаем строить разложение в этот самый ряд тейлора ну еще плюс какой-то остаточный член и у нас есть какие-то теоремы о том что этот остаточный член не слишком велик мы можем его ограничить сверху ну хорошо да и это вообще классная вещь потому что ваш смартфон любой калькулятор когда и мы хотим сосчитать синус 5 он не бегает нигде с транспортиром и линейкой а он просто считает достаточное количество разложений в этот самый ряд тейлора ладно а теперь давайте посмотрим на тот же самый ряд немножко с другой точки зрения мы можем сказать так вот у нас была функция раз мы начинаем ее приближать и каждый каждое следующее приближение должно уменьшать ошибку то есть сначала мы будем приближать ну значением в какой-то близкой точки в точке x ноликом в gradient boosting machines в качестве f от x ноликом мы будем брать среднее арифметическое всех игреков по столбцу как первое приближение хорошо потом мы начинаем то есть прибавляем еще линейное слагаемое да и получается что эту функцию мы начинаем приближать линии а потом параболой а потом кубической параболой и так увеличиваем степень многочлена а можно еще третий взгляд третьим способом сказать то же самое мы можем сказать что когда вот мы приблизили просто константы то можно сказать что следующее слагаемое она подгоняется так чтобы вот остатки этой модели наилучшим образом приблизить то есть вот у нас было сначала одно слагаемое f1 потом для разности мы второе слагаемое потом для вот такой вот разности подбираем параболу и так далее то есть получается что вот эти самые ряды тейлора можно точно также описывать и с этой точки зрения с этой точки зрения то что предлагает бустинг не есть что-то новое бусинги нас шокируется скорее то что мы решаем сложную задачу классификации с помощью комбинации плохих классификаторов и это получается хорошо то есть вот способность из плохих материалов сделать хорошую вещь вот это для нас совершенно совершенно непривычно коллеги понятно хорошо но теперь давайте третий раз расскажу одно же то же самое значит что же получается я так повторяю повторяю одно и то же разными словами потому что как только мы это поймем все остальное будет уже гораздо легче значит что получается получается у нас так вот у нас есть данные да вот я их привычно разделяю на предикторы и на отклик вот я строю первую машину первый алгоритм первую модель она это первая модель дает мне и грек с крышечками вычитая из игры из столбца и греков столбец и грек с крышечкой по ее уме появляется у меня вектор ошибок поскольку у меня будет лип еще ошибки я уже начинаю нумеровать эти самые ошибки дальше что у меня в этот момент происходит у меня во первых есть f1 во вторых я сейчас забуду про игрек и про игрек с крышечкой у меня будет столбец из ошибок и я сейчас вторую модель буду строить чтобы по иксам вот это часто теряется ради этого и повторяю чтобы по иск сам строить модель для этих самых ошибок давайте между делом поймем что это означает что мы решаем задачу не классификации а задачу регрессии да потому что эти ошибки они уже не классы это просто какие-то числа какие-то вещественные числа принимающие потенциально любое значение из какого-то интервала значит вот появляется f2 значит у меня появятся какие-то теоретические значения на выходе модели f2 которые как я надеюсь приближают е1 и после этого у меня получится е2 ой не там пишу появится е2 который есть разности е1 минус е1 с крышечкой или понятно ну и вот так делаю столько сколько как мне покажется нужным ну где я буду по идее останавливаться но самое простое и в общем то вполне рабочее правило оно состоит в следующем что я начну я буду останавливаться когда у меня критерий качества например сумма квадратов ошибок когда у меня критерий качества перестанет улучшаться то есть когда добавление новых вот этих самых слабых классификаторов уже не улучшает сумму коллеги понятно значит вот вот у нас такая схема хорошо теперь давайте посмотрим на описание этого всего вот человек который в в в р писал опять туда же в р писал библиотеку гбм вот он заимствует у фридмана в в википедии ровно то же самое если вы откроете вот описание тех шагов которые которые только что здесь вам приводил три раза подряд говоря это разными словами значит появляется какая-то функция потери пси появляется какая-то регрессионная функция f с крышечкой от x а и вот у нас какой-то мы ищем такую функцию которая минимизировала бы критерии качества после использования этой функции f с крышечкой от x и вот у нас в этом алгоритме сейчас постараюсь сделать покрупнее да в этом алгоритме на свет появляются какие-то z которые являются результатом дифференцирования функции потерь по функции если у нас дерево классификации то поэтому по дереву классификации то есть функцию потерь дифференцируем по дереву классификации потом строим модель для результата дифференцирования после чего еще у нас метод скорейшего спуска ну и после чего у нас у меня что там было f1 плюс f2 плюс f3 а здесь появляется еще некий коэффициент рон давайте разбираться давайте убедимся что то что тут написано это что я до сих пор рассказывал это одно и то же оно одно и то же но только в одном случае если у нас критерий качества если у нас функция потерь это сумма квадратов ошибок вот давайте убедимся что если мы возьмем в качестве пси сумму квадратов ошибок то то что здесь написано это что я до сих пор рассказывал за исключением пункта 2 суть одно и то же но давайте значит что у нас сумма квадратов ошибок вот она но запишу чуть иначе это что у нас y это минус y это с крышечкой да еще раз то же самое значит это то же самое что y это минус f от x это так ну что y получены к на выходе некой модели ага да и только я еще между делом квадрата забыл значит вот у нас да хорошо теперь значит нужно это все продифференцировать по f от x и т да хорошо да а x это это что такое у нас откуда и подзяли секси ты но это все соответствует какой-то строчки а сумма а сумма по всем объектам в обучающем множестве да то есть мы суммируем ошибки для каждого объекта из нашего обучающего множество ну ладно многим студентам некомфортно дифференцировать по функции ну давайте поймем что мы можем в качестве вместо f от x и т написать скажем а и т и дифференцировать по этому самому а и тему хорошо ну и что получается но в результате дифференцирования у нас получится минус y и т минус f от x и т и еще двоечка коллеги согласны да ну потому что дифференцирую под f от x и т и это означает что из этой суммы f от x и т присутствует только в одном слагаемом все остальные от f от x и т не зависят после при дифференцировании они дают 0 это единственное слагаемое которое содержало f от x и т будет вот так ну и давайте поймем что с точностью до коэффициента вот этого двоечка там нас еще минус до формуле 1 там еще в минус формула 1 но это и будет ошибка да то есть вот получается что если у нас вот такой критерий качества то у нас мы действительно следующую модель будем строить так чтобы подгонять вот эти самые за ты вы смотрим 2 постройте модель для z и т их а за ты так у нас превратились просто в удвоенные ошибки коллеги понятно да хорошо папун про поводу пункта 2 по поводу пункта 2 вот подозреваю что пункт 2 это мое личное мнение могу ошибаться подозреваю что пункт 2 именно в первую очередь именно он привел к тому что гбм так быстро уступил их же бусту вот позицию как бы лидирующего инструмента вот для нашего брата прошедшего курса прослушившего курса математического анализа всегда кажется так что вот как у нас с рядами тейлора помните там зря стер до x ноликом плюс дельта равняется и так пропускаю начало и записываю последнее слагаемое вот нам обязательно нужно чтобы вот господи у меня два варианта так тоже неплохо но у меня слева то x ноликом плюс дельта черт у меня что-то холодный пот прошиб когда я первый ряд вписал ряды тейлора у меня было так а здесь было просто x нолик до левая часть была такой же как сейчас ага это у меня гибрид просто можно писать так а можно писать вот так где x это x ноликом плюс дельта и вот у меня получилось что в левой части я пишу одним способом а в правой части пишу другим способом но ошибся сейчас разобрались да прошу прощения хорошо значит вот мы привыкли к тому что у нас вот эти одночлены они обязательно умножаются на правильно подобранные константы ну или там ряды фурье тоже у нас синус и косинус и они обязательно умножаются на какие-то правильно подобранные константы но в данном случае вот на такие так так и вот этот стереотип как я понимаю классику помешал нет он построил годный метод но только это же будет следующем семестре их же буст прекрасно обходится без этих ров так вот после того как он построил этот f с крышечкой он хочет еще одну до оптимизировать то есть вот я рассказывал вот f1 потом f2 да потом будет f3 я буду подгонять 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 к остаткам к остаткам к очередному остатку но вот написать честно и просто что у нас в результате применение нескольких моделей у нас получается вот так как-то рука не поднимается вот как-то рука не поднимается я когда с их же бустом разбирался первый раз я сидел думал где коэффициенты где raw 1 где raw 2 где raw 3 как можно без них ну как мы выясним следующем местре прекрасно можно без них и без них наверно даже правильнее ну вот а здесь вот фридман решил что после того как мы нашли эту функцию просто банально прибавить будет неправильно нужно еще туда засунуть это самое raw и вот он берет критерий качества он берет этот критерий качества вот у него он доскладывал сколько там ему потребовалось раз и вот он хочет добавить еще один так там несколько нельзя писать да вот здесь плюс raw к плюс 1 умножить на f к плюс 1 и вот к тому что он получил на предыдущих этапах он хочет добавить еще одно слагаемое и он хочет это сделать так чтобы значение критерия качества пока у нас сумма квадратов ошибок чтобы это значение критерий качества он хочет подобрать raw чтобы вот этот критерий качества был минимален и вот это та самая оптимизация в пункте 2 вот этот подбору который требует численного метода там скажем скорейшего спуска не случайно градиент густами машин и которая потребует большого времени и которая не требует никакого времени в случае деревья в классификации потому что там задача 2 с деревьями классификации вернее решение задачи 2 выписывается в явном виде ну и после того как он еще чуточку оптимизировал нашел raw он добавляет в пункте 3 в пункте 4 формуле 3 он добавляет к на к той сумме которая имелась на этот момент еще один дополнительный классификатор коллеги понятно хорошо вот вот к сожалению в этот момент все только начинается потому что из моего рассказа непонятно а зачем тогда это psy зачем нам нужно это psy если вот все это сумма квадратов так и пиши сумма квадратов нет оказывается что в этом месте мы можем очень здорово выиграть если мы не будем ограничиваться суммой квадратов я начал с неё чтобы было понятно механика всего этого дела а а ведь мы очень часто хотим другие критерии качества ну например сумма модулей ошибок так называемый mad min absolute deviation а может что-то еще и вот теперь давайте поговорим про то откуда берутся psy и какой подход на сегодняшний день доминирует вот при нахождении или там при определении этих самых psy этот подход вам рассказывали либо здесь либо там где вы учились в курсе математическая статистика этот подход называется метод максимального правдоподобия ну вспоминаем значит вот немножко про метод максимального правдоподобия или не стоит или понятно а один голос еще два голоса будет 2 ну хорошо значит вспоминаю что такое метод максимального правдоподобия вот у нас случайная величина x вот у нас наблюдение этой случайной величины x1 xn вот нам известно распределение случайной величины x вот здесь оставлю место это распределение нам известно с точностью до некоторых важных параметров и наша задача по данных найти значение этих параметров как это возникает но давайте смотреть значит вот что проще подбрасываем монетку в учебнике по теории вероятности все просто берем симметричную монетку и начинаем ее подбрасывать а если мы не знаем что она симметричная тогда вероятность выпадения герба или чуть более общем случае вероятность успеха неизвестная величина и нам нужно по результатам наблюдения оценить это значение п и получается что в этом случае нам распределение известно с точностью до значения вот этого параметра другой пример число успехов в н испытаниях слой вот такая случайная величина там снова вероятность успеха может быть наперед неизвестно третье мы знаем что распределение нормальное но не знаем математическое ожидание и дисперсии в этом случае и вот снова нам по данным нужно подобрать значение математического ожидания и дисперсии вот такая задачка прекрасный подход для решения подходов много метод моментов метод подстановки но больше всего нам нравится метод максимального правдоподобия в чем состоит метод максимального правдоподобия ну вот давайте пусть у нас будет дискретная случайная величина то есть она принимает какое-то конечное число значений случае монетки два значения 0 и единица случае там успехов в н испытаниях любое число от нуля до н и вот мы записываем а с какой вероятностью произошло то что произошло ну давайте x большой это случайная величина x маленькая это те результаты которые у нас случились значит с какой вероятностью произошло то что произошло ну записали а дальше дополнительная такая вот модельное предположение вот герой вольтера говорил там что все существующие разумно и мы живем в лучшем из миров вот давайте последуем этому правилу в данном случае она будет звучать так предположим что то что наблюдалось естественно и правильно предположим что то что произошло то есть произошло наиболее вероятное событие то есть если монетка абсолютно симметрично то значит при миллионе подбрасывание там будет пополам гербов и решек то есть предположим что вот произошло то событие вероятность которого максимально но смотрите это же вероятность она зависит от параметров от вероятности успеха случае подбрасывание монетки от математического ожидания дисперсии случае нормального распределения и получается что мы можем взять эту вероятность она должна быть максимально в соответствии с этим принципом с методом максимального правдоподобия это вероятность x и результат экспериментов они известны там ничего нет но тут при вычислении у нас появятся вот эти самые неизвестные параметры и получается что эта вероятность эта функция от параметров осталось найти те значения параметров при которых эта функция будет максимально то есть пара правильные параметры наши оценки параметров это то это те значит они принимают те значения которые доставляют максимум этой вероятности вот хорошо ну к сожалению вот такую вероятность мы можем не можем написать если у нас например нормальное распределение потому что случае нормального распределения какова вероятность того что x равняется трем неважно какие параметры вероятность этого 0 да вот и такая вероятность не записывается но мы след за классиками выйдем из положения вместо того чтобы записать эту вероятность мы будем записывать плотность совместного распределения совместного распределения чего ну вот у меня n случайных величин и я ее сосчитаю в точке вот такой хорошо ну ладно получается состоятельные оценки при некоторых предположениях асимптотические не смещенные асимптотические нормальные очень очень неплохие оценки получаются причем тут градиент бустин машин а вот давайте посмотрим вот например в случае нормального распределения как у нас будет все происходить в случае нормального распределения значит пусть у нас будут независимые наблюдения тогда вот эта функция будет произветь эта плотность сам будет произведение плотностей для независимых это так на независимых наблюдений и вот у нас полу появляется на свет плотность нормального распределения с какой-то с каким-то математическим ожиданием а и дисперсия сигма в квадрате сосчитанное в точках x и д ну ладно да и мы будем что делать мы будем искать параметры при которых максимально значит как это будет это будет единиц вспоминаю формулу для плотности сейчас вот произведение таких вот плотностей ну а сейчас для выразительности для простоты я сделаю дополнительные предположения вполне себе абсурдное но она мне по крайней мере объяснение упростит я буду предполагать что дисперсия равна единице как это может быть на практике ну это вот как представить что я знаю улицу номер дома номер квартиры где живет бабушка но не знаю где в каком городе она живет и вот как можно знать дисперсию не зная математического ожидания можно придумать какой-нибудь пример там производим какие-нибудь подшипники и мы знаем что исторически дисперсия равна какому-то величину но вообще это крайняя редкость она такое встречается только на лекциях ну ладно значит вот у нас дисперсия известно чтобы упростить формулы ну и что мы делаем если дисперсия равна единице то тогда для поиска максимума вот этот множитель не важен мне ведь нужно при каком а максимум да а тут какой множитель на то в какой точке будет максимум это не влияет и поэтому я сначала выясняю что мне это не важно во вторых у меня получается произведение экспонент но что я могу сделать с произведением экспонент перейду повыше у меня все это превратится в экспоненту от е не просто экспоненту от минус одна вторая сумма x это и минус а в квадрате затем снова меня волнует не максимум а в какой точке максимум да но экспонента монотонная функция монотонная функция и поэтому и поэтому я возьму от этого выражение логарифм то результат будет иметь максимум в той же точке что их исходная функция это я к чему потому что я могу избавиться от экспоненты и сумма у меня по всем наблюдениям и в этот момент давайте поймем что это чертовски похоже на то с чего я начинал помните сумма квадратов ошибок то есть я там минимизировал сумму квадратов ошибок а теперь я максимизирую вот это да ночью максимизирую если я минус уберу то снова буду минимизировать иначе что получается пользуясь методом максимального правдоподобия я прихожу к тому что мне нужно минимизировать сумму квадратов ошибок то есть получается такое что у меня есть общая схема в которой применяя которую для случая нормальных распределений я могу прийти к сумме квадратов ошибок а если я возьму не нормальное распределение а другое то я могу прийти к сумме модулей ошибок и вообще такое ощущение что если у меня есть разумные критерии качества то я могу придумать такую плотность распределения или в случае дискретной случайной величины распределения вероятности что максимизируя вот эту самую это самое правдоподобие эту самую вероятность я приду к этому критерию качества ну и тогда наконец целый подход значит записываю да кстати забыл сказать что вот эта вероятность или эта плотность мы это называем функции правдоподобие да если я сразу взял логарифм то это было бы лог правдоподобие и получается так что функция правдоподобие или логарифм функции правдоподобие это критерий качества коллеги понятно и даль и дальше ну вот да слушайте я сейчас точно не помню но по моему где ой по-моему вот так где am от ожидания что в этом роде мнение она называется вот при вот прямо себе прямо сейчас боюсь ерунду сказать когда ты это даже в лекциях рассказывал вот но сейчас забыл ну ладно тогда давайте уже эту идею будем применять и к будем применять и к нашим задачам вот например такая задачка а вот у нас наши данные о принадлежности к двум классам например мальчики девочки два класса или кликнет на рекламу в мобильном приложении или не кликнет какая функция правдоподобие будет подходить для данной ситуации в общем мы можем зажмуриться мы сплошь и рядом это делаем и снова взять нормальное распределение но мы может может быть мы можем придумать что-нибудь получше то есть вот наш критерий качества он будет генерироваться каким распределением ну ответ у такой беномиальным распределением то есть вот у нас два класса извиняюсь не беномиальным распределением вернули распределением вернули вот у нас два класса п вероятность принадлежать первому классу успех единица минус п вероятность принадлежать второму классу неудача и и после этого у нас появляется функция правдоподобие а кстати как она будет выглядеть данном случае вот дискретное распределение случайно величина принимает всего два значения всего 2 значит эта функция на этот вариант нам не годится нам нужен тот вариант с которого я начал значит что там у нас у нас у нас у нас ну вероятность так уже перестает писать а вот вероятность успеха п вероятность неудачи единица минус п да тогда что у нас будет в этом случае x1 и так далее xn то есть это наблюдение то случайной величины с таким вот распределением так то есть вот как мы можем описать этот вектор то там стоят 0 и единицы каждый раз когда мы наблюдали успех тут стоит единичка каждый раз когда неудача тут стоит нолик ну и пусть у меня для простоты что там у нас альфа это количество единичек а сколько тогда у меня неудач n минус альфа да все остальные неудачи нолики тогда как будет выглядеть вот эта функция правдоподобие п в степени альфа единица минус п в степени n минус альфа коллеги понятно да хорошо но когда-то все каждый из вас с этим встречался в курсе статистики значит вот получается как-то так будет выглядеть функция правдоподобия а значит критерий качества ну и ну и вот давайте я вот по этой статье пробегу в конец и вот у нас здесь заготовлено заготовлен список распределений которые могут быть которые могут быть интересны и вот вот у нас гауссово w игнорируем это просто вес наблюдения можете считать что все w равны единице ну и тогда здесь единичка а здесь просто знаменателя n число наблюдений вот сумма квадратов ошибок вот результат дифференцирования вернули вернули ой какой монстрик да вот это там какие-то логарифмы единицы плюс экспонента и так далее а этот откуда берется на самом деле интернет полон доказательствами того что вот это это одно и то же это вы если нужно найдете самостоятельно значит вот у нас распределение бернули а во 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 распределение лапласа меня помню меня спросили по поводу того как получается сумма модулей и как называется плотность распределение лапласа это то что мне выскочила из головы вот у нас получалось сумма модулей ну все все дальнейшее для нас сейчас гораздо менее интересно ну и как бы забегая вперед снова не судите строго ладно ой совсем мелко да как же это увеличит и хорошо буду зачитывать раз так мелко значит рекомендации вообще говорят такие для начинающих то есть вы перестали быть начинающими когда вы начали осознанно выбирать критерии качества распределение гаусса ее функции правдоподобие универсально можно применять для любых задач лапласа универсально дальше если у нас два класса то биномиальное распределение если у вас не два класса а больше скажем 3 4 7 то рекомендуется мультиномиальное распределение хорошо ну и теперь возвращаемся собственно к возвращаемся собственно к алгоритму значит что получается получается что этот алгоритм универсален в том плане что вы можете прикинуть какое будет прерву себя а если у нас наблюдение это количество раз когда произошло событие ну например количество прессе происшествий в как на каком-то участке дороги то в этом случае какое распределение лучше всего брать как по сона ну что распределение по сона это вот вероятность того что произойдет сколько-то редких событий ну хорошо возвращаюсь значит что получается вот нам предлагают следующее вы исходя из задачи выбрали критерий качества исходим из того что ваш метод выбора критерия качества это он основан на вот на этом подходе на методе максимального правдоподобия ну и дальше получается что то обобщение которое вам будет нужно оно состоит в следующем следующий новая модель новый слабый классификатор он будет подгоняться уже не к ошибкам а к производной критерию качества вот по той производной которая указана в пункте 1 и полно в математике обобщений которые от которых никакого толку то есть вот формально это обобщение но все равно мы пользуемся только частью теоремы то есть пользуемся этой теоремой в какой-то узкой области в данном случае все совсем иначе то есть вот эти суммы квадратов сумма модулей ошибок они очень часто или я бы сказал чаще всего они ху дают худший результат чем если мы выбрали мультиномиальное распределение или распределение бернули то есть получается что вот этот способ выбора критерия качества он еще позволяет нам улучшить результаты потому что дальше был раньше ведь был совершенно бардак вот у нас после тщательного изучения потолка мы сгенерировали восемь критериев качества и потом что же будем оптимизировать восемь раз и выбирать лучший а тут а тут нам предлагается некоторая схема с которой мы начинаем с того критерия качества который скорее всего будет наилучший ну и в честь этого вот это это псих loss function критерий качества он в очень многих текстах называется девианс отклонение вот как бы новый термин его не так легко не так просто найти в интернете ну и наконец последнее собственно тот момент который доказал что вот эти самые градиент бустин машин несовершенная модель и она должна быть улучшена заключается следующим вот фридман в одной из своих статей ну там сначала он излагает идею метода потом он излагает попозже он излагает результаты тестирования этого метода нам каких-то данных и сравнение своего метода вот этого тринета как он называл гбм как мы называем сравнение этого метода с другими и там есть еще такой вот циничный параграф этот циничный параграф скажем пишется так результат экспериментов показали что если формуле 3 ра уменью умножить на маленькое число на одну сотую на одну тысячную эта модель становится лучше вот так просто вот почему на чем это основано как мы можем объяснить сами себе что это лучше а вот фридман написал результат экспериментов показали что если умножить на эту одну сотую одну тысячную это этот шлинкич это станет лучше и вот наличие такого костыля в этой модели она по идее должно было всем показать и мне в том числе что что-то тут не так что все вроде хорошо все вроде разумно и результаты модель показывает неплохие но она может и должна быть улучшена ну вот и ну и пока мы все я в том числе сидели и хлопали ушами и там как-то улыбались глумливо что вот откуда взялась этот одна сотая одна тысячная вот китайский то есть один молодой тайванец чен сидел и думал о том как этот недостаток исправить и так на свет появился ну вот с лидирующий на сегодняшний момент их же буст то есть это ремонт развитие идеи фридмена ну хорошо ну а теперь давайте посмотрим на применение этой модели я думал что я буду дольше говорить и поэтому я не выложил вам ничего ну выложу придя домой значит вот что нам нужно для того чтобы использовать это самый gradient boosting машин да в общем ничего особенного так в чем состоит задача задача в свое время прогремевшая есть перепись населения я уже сказал про это условие есть перепись населения и один американский статистик показал что если брать результаты переписи населения то по ответам людей мы можем грубо но оценить их доходы что обидно то есть мы со всей душой государству да то есть вот мы сидим пришел человек перепись населения играет музыка фейерверки мы отвечаем на вопросы а после этого про нас узнают какую-то информацию которую мы в общем то раскрывать совсем совсем не планировали ну после чего этот набор данных на котором это было показано стал вот таким образцовым да ну вот здесь ссылка где например можно найти этот набор данных и у нас задачка будет проста я или вам упрощенная мы будем разгадывать превышает годовой доход этого американца пятьдесят тысяч или не превышает а тут я понял что я кое-что не договорил давайте вот и то что я рассказывал до сих пор возвращаемся рассказывал до сих пор это было решение задачи регрессии и откуда у нас там брались классы то то есть вот по идее вот эти самые gradient boosting machines они на выходе например в этой задаче в случае два класса будут выдавать значения типа там 0 35 0 69 0 0 0 8 ну давайте еще 0 93 вот такие значения то есть никак не никак не нолики есть но но слава богу с этим справиться не сложно но слава богу с этим справиться не сложно базовая идея чем ближе число к единице тема тема выше выше вероятность что для вот этого нам для этого наблюдения где у нас максимально вот 0 93 0 93 это почти единичка значит здесь нам система сказала единичка здесь нам система сказала 0 0 8 здесь нам система сказала 0 69 это первый подход ну совсем просто взять и сказать давайте у нас будет 0 5 если превышает одну вторую то это единичка если не меньше одной второй то это нолик такой банальный кондовый подход как лучше нет но это вопрос интерпретации мы можем интерпретировать это как вероятность быть единичкой ну вот рекомендую мне этот метод несколько раз помогал и не только мне разрешить системе сказать не знаю разрешить системе сказать не знаю например ввести вместо одного порогового значения 2 например если больше чем 0 8 то единица если меньше чем 0 2 то нолик во всех остальных случаях говорить не знаю коллеги понятно а почему 0 8 и 0 2 а вот это если угодно внешние параметры и вот если угодно на выборке валидации очень не глупо проверить при каких значениях вот этих двух пороговых у нас будет хорошо или у нас будет плохо то есть найти оптимальные и в результате мы можем прийти например вот к такому а функция потери у нас ни при чем это мы говорим о тех значениях которые выдает модель ну то есть вот наша гбм наша машина вот мы ее применяем скажем на тестовой выборке вот на тестовой выборке она сказала 069 при кондомом подходе когда одно пороговое значение 05 это будет означать что это единичка при вот таком подходе который написан у меня это будет означать не знаю ну я в этом курсе последовательно продвигаю окружесе как критерий качества ну вот в какой-то момент вот на меня руководство давило нужно было распознавать пол пользователя пол куки ну вот пользователи в интернете и вот конкуренты выкатывали выкатывали решение одно за другим яндекс выкатил решение 80 процентов правильных ответов mail.ru выкатил решение 80 процентов еще один одно агентство от fox по моему тоже выкатило 80 процентов а у нас там 078 я говорю так 078 это же почти 80 мне говорили нет сходи в альдорадо 78 это не 80 то есть чтобы мы показали клиенту и чтоб он обрадовался должно быть минимум 80 ну в конце концов дожали и после этого ну вот смотрим как мы на фоне конкурентов и вот обнаружилось что все конкуренты как один вру не возраст с возрастом было не пол с полом было легко с возрастом с возрастной группой у всех конкурентов 80-80 то есть для 80 процентов аудитории распознается возраст возрастная группа с вероятностью 08 то есть мы пришли к тому что мы будем не для всех давать ответ сами но потом а потом видели что все к этому пришли так какая тут метрика качества вот тут акуросия одновременно если угодно если угодно хотя у меня был подход гораздо более приземленный строим модель потом подбираем эти параметры ну вот пороговые значения вот давайте я вам переформулировать это в критерии качества оставлю вам уже там вообще вопрос о прессе же на про f1 и все такое не стоял потому что это тот это та характеристика нашей системы которую мы должны были сообщить клиенту и она и она должна была быть выражена на понятном клиенте клиенту языке не знаю ответил на ваш вопрос ну и так что мы имеем мы имеем вот эти пороговые значения это то что я рекомендую вам сделать по поводу вероятности то есть да есть сумасшедшие есть сумасшедшие искушения интерпретировать это как вероятность к сожалению к сожалению это не так к счастью это можно преобразовать в вероятности для того чтобы сделать из этих чисел вероятность нам нужна специальная процедура под названием калибровка калибровка это некоторая процедура дополнительная процедура которую мы например на выборке валидации делаем которая переводит вот это число в вероятность быть единицей причем тут вероятность доля людей среди тех у кого 0.35 или вокруг которые единица то есть вот если после калибровки получили 0.36 то это означает что вот у людей которых значим модельное значение вот y с крышечкой 0.36 ну или там где-то немножко вокруг там среди них долей единиц 0.36 вот в этом смысле это вероятность коллеги понятно итак базовая вещь то что получится на выходе не обязательно вероятность но ее можно преобразовать с помощью процедуры калибровки в эту самую вероятность ну что такое вероятность вероятность это обобщил как бы математическая модель для частоты да вот и это означает что если у нас ну вот возьмем 0.36 плюс минус а пусть пусть у нас очень много данных и у нас строчки у которых y с крышечкой равняется 0.36 пусть у нас их много так много данных что даже таких вот строчек много и тогда что нужно чтобы это была вероятность быть единицей нужно среди чтобы среди этих объектов среди этих строчек у 36 процентов y чтобы равнялся единице а если у вас это не так то у вас так как бы вероятность тогда у вас просто упорядоченность некоторая то есть вот 0.69 он в большей степени единица чем 0.35 а уж что значит в большей степени чего там больше это гадать и гадать а вот когда вы калибровали вы уже можете более четко не знает вот интерпретировать полученное число ответил на ваш вопрос так ну ладно но теперь давайте возвращаемся значит что тут вот у нас ответы на вопросы анкеты имена столбцов имена переменных вот прочитали данных вот убрали дублирующие полок дублирующие колонки вот мы переменную доход инкоп преобразовали в бинарную переменную доход больше 50 или доход меньше 50 тысяч долларов вот мы щедро выбрасываем те строчки в которых есть пропуски подчищая тем самым данных после этого можно уже посмотреть на начало таблицы с данными все у нас более менее нормально смотрим какая доля богатеньких богатеньких это значит выше порогового значения больше 50 тысяч и бедных ну я считаю что выборка вполне себе сбалансирована ну да в три раза больше ноликов не катастрофа ну после этого создаем бинарные переменные расщепляем на обучающую на тестовую выборку ну и что значит создаем бинарные переменные ну это означает если у нас есть столбец откуда родители ну то есть родители тоже американцы или родители из России или родители из Германии или родители из Голландии и так далее то есть страна из которой приехали родители то традиционная схема в чем она состоит вот у нас есть столбец там у нас эти коды разных стран Россия, США, Франция, Голландия и пусть этих стран в списке скажем 50 я не помню сколько там было ну это значит 49 стран и страна под названием все остальные коллеги понятно да то есть это вот содержание столбика это значение переменной страна из которой родители мы ведь не можем эту переменную подать на вход потому что результат будет сильно зависеть от того как мы закодировали то есть взяли кодировку перемешали и получится другая другая машина другая модель другая система и как с этим делать выход из положения создавать бинарные переменные то есть переменные ну пусть про папу будем говорить вот у нас папа из Америки или нет одна переменная из Америки или нет единички или нолики бинарные вторая папа из Великобритании или нет третья папа из России или нет папа откуда-то или нет и так 50 раз последний 50-ый столбец папа из какой-то страны которой нет списке или нет коллеги понятно если мы возьмем эти столбики если мы сложим числа в строке то что мы получим единичку у нас уже такое было с сезонностью когда мы прогнозировали с помощью регрессии вот и вот я уже говорил про эту проблему если у нас в обучающей и тестовой выборке разные коды ну вот в данном случае что получилось в тестовой выборке нет ни одного папы голландца и это означает что там просто даже столбцов меньше на единичку выход из положения ну я выхожу из этого положения так я сначала создаю эти бинарные переменные а потом расщепляю на обучающую тестовую после этого у меня таких проблем нет ну вот для всех остальных в питоне есть специальная команда которая ну специальные приемы которые позволяют обеспечить чтобы колонки были одни и те же в обучающем и тестовом множество коллеги понятно значит это я по поводу того что тут делается ну хорошо вот мы это все сделали еще нужно чтобы и порядок колонок был один и тот же нет но все же таки сначала создать бинарные а потом расщепить намного менее хлопотно вот ну и наконец мы все проверили все у нас хорошо все у нас совпадает а дальше все просто по идее дальше все просто что нам нужно сообщить команде gradient boosting классифая нам нужно сообщить сколько мы хотим деревьев мы должны сообщить максимальную глубину дерева и мы должны формуле 2 на что мы хотим умножить ро помните вот то странное число которое я назвал шинки тогда которое ни с того ни с сего умножается на ро и от этого становится лучше по поводу макс депс это что глубина дерева какие рекомендации в данном случае в данном случае рекомендации такие берите деревьев побольше и делайте их более плоскими то есть не надо ветвистых деревьев то есть даже вариант когда дерево состоит из одного расщепления гораздо лучше чем если у вас будет там скажем 12 слоев у дерева то есть много коротких деревьев ну и наконец рандом стоит равняется 42 рандом стоит это значит здесь есть датчик случайных чисел так как я до сих пор рассказывал никаких датчиков не должно быть это мое упущение значит когда мы строим когда мы строим вот эту самую gradient boosting машин мы снова как и в случайном лесе обучаем не по всем строчкам не по всем переменным обучаем что очередную модель где тут у меня уже все стерто ну помните там было F1 F2 F3 обучаем модель не по всем данным а только по их части ну для студентов это означает следующее два человека сидящие рядом и делающие разные и обучающие модель с разными зернами датчика случайных чисел будут получать разные разные решения и 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